коллеги всем добрый день все кто к нам уже подключился еще буквально полминутки ждем и начинаем так пока ждем коллеги да давайте проверим хорошо ли нас видно и слышно если все в порядке прошу накидать нам огонечко так супер вижу проблем со связи у нас нет время 11 давайте предлагаю начинать сегодня мы с вами пообщаемся на тему архитектуры системы акселот в мсx5 вебинар проведу я меня зовут мария я являюсь менеджером проектов нашей компании акселот и мой коллега дмитрий шорин дмитрий шорин является руководителем отдела разработки всех логистических решений нашей компании здравствуйте я думаю что вы со мной согласитесь что послушать об архитектуре системы непосредственно скажем от первого лица будет особенно интересно так давайте обсудим наш с вами регламент на вебинар мы выделяем стандартно 45 минут за пять минут я расскажу некую водную актуальность и проблематике которые сегодня поговорим далее за полчаса дмитрий постарается емко уложиться и развернуть нашу основную тему в архитектуре системы и оставшиеся 10 минут мы выделим на ответы на ваши вопросы вопросы вы можете писать нам в чат мы их все видим даже если в рамках вебинара сегодняшнего мы с вами не успеем в режиме онлайн что-либо обсудить ничего страшного мы в этом плане готовы за пределами вебинара пообщаться с вами либо по почте либо по телефону точечно в части архитектуры вмс сегодня мы с вами остановимся на следующих тезисах наша система акселот в мс как часть звено платформы акселота 7 это о том что грамотно сформированная архитектура позволяет бесшовно интегрироваться в общий контур систем который позволяет в комплексе решить задачку автоматизации бизнес-процессов далее мы разберем айти ландшафт системы проговорим разницу в подходах при проектировании систем зависимости от ее типа а так как система в мс все таки у нас является система оперативного уровня в общей структуре управления то здесь мы остановимся именно на специфике проектирования систем оперативного управления также мы с вами поделимся предпосылками к созданию нашей актуальной системы до нашего пятого поколения силу от вмс x5 проговорим особенности конфигурации о том как эти особенности влияют на производительность системы в целом за 25 лет нашей работы компании мы анализируя запросы наших заказчиков анализируя их потребности пожелания опасения сформировали такой некий портрет системы который является основой уверенного выбора клиента в пользу той или иной системы и безусловно этот портрет включает в себя грамотную грамотно сформированную архитектуру для клиента грамотная архитектура это гарант того что его компания будет развиваться совместно с системой в мс как недавно услышала интересную аналогию как кровать растущая вместе с ребенком также безусловно важно чтобы внедрив систему архитектура в мс позволяла клиенту самостоятельно адаптировать развивать решение под внутренние скажем так нужды компании и не зависеть от помощи разработчика это безусловно дает определенную степень свободы клиенту и уверенность в дальнейшей работе с системой плюс ко всему прочему мы с вами понимаем что ситуация на рынке нестабильная у нас появляются новые требования появляются новые коррективы в законодательстве и нам необходимо оперативно подхватывать эти изменения на уровне систем и конечно говоря о нестабильности на рынке в части импортозамещения крайне важно чтобы все компоненты системы как программные так и аппаратные были именно отечественного производства и не подвергались какими-либо санкциям в этом плане наше решение axelot в мс полностью соответствует всем требованиям заказчика которые перечислила ранее и более того грамотная архитектура она присуща не только решению по автоматизации складской логистики но и всем решением которые сейчас представлены на слайде и которые как пазл образует единую комплексную платформу axelot стм интегрируются между собой и в целом позволяют автоматизировать все бизнес процессы вашей компании так ну собственно давайте перейдем непосредственно к архитектуре систем axelot в мсx5 дмитрий передаю слово здравствуйте еще раз смотрите если рассматривать саму архитектуру в мсx5 надо понимать что это не одна система это целый набор различных программных продуктов которые взаимодействуют между собой так виде стек технологии мы рассматриваем используем один из предприятия 8 то соответственно ключевой компонент который на котором все построены естественно известная всем трехзвенная архитектура от 1с предприятия то есть субд один из четырех поставщиков поддерживается 1с сейчас наиболее популярный после стал они был самым популярным мсс кей но в целом поддерживается его выколы даже и мало известно и бьем дебиту сервера 1с предприятие это собственно тот сервер на котором выполняется основная часть бизнес логики собственно большая часть логики в мсx5 естественно написано вот да ну именно как конфигурация под данный сервер 1с ну и соответственно тут рассмотрены все остальные компоненты остальные компоненты ну прежде всего это тонкий толстый клиент либо веб-клиенты которые подключаются через веб-сервер к серверу 1с ну и наш собственный мобильный клиент мобильный клиент мы делали не на статьи технологии 1с мы его делали отдельно текущих мобильный клиент 2 это клиент разработанный на qt он мультиплатформенные собирается и под windows c и и под android также и сборка подвину windows 32 ну для использования в рдп но если совсем старые венцы и клиенты которые которым не хватает память там очень жесткие ограничения по памяти то они могут подключаться через рдп и запускать версию кода вин 32 этот клиент на работы с веб-сервером не напрямую через сервер мобильных приложений по нескольким причинам основная как раз была связана с windows c и windows c и к сожалению довольно долго парсит xml и данные пришедшие со стороны 1с разбираются не очень быстро поэтому чтобы решить данную проблему то разбор данных происходит по поведению на сервере мобильных приложений мобильный клиент получает данные подготовленном виде и работает в принципе с ними довольно быстро и удобно сразу скажу что это текущая версия мобильного клиента в ближайшее время выйдет новая версия версия мы его называем там мобильная платформа 3 отличием является то что данный клиент будет разработан уже современно только под android он будет с веб-сервером работать напрямую без промежутка точного звена соответственно в новом клиенте ну он построен уже по всем современным принципам написан на код ли не имеет возможность тоже редактирование там не весь код закрыт закрыты только платформа и вся бизнес-логика тоже как у текущего мобильных клиента открыт но только если бизнес-логика текущего мобильных клиентов пишется на я вас как это у нового клиента он будет писаться на код ли не соответственно данный мобильный клиент покрасивее лучше работает чуть поудобнее но надо понимать что работает только на android устройствах и желательно android устройство из версии android они ниже чем 50 минимальная поддерживаемый android 4 4 но реальности многие функции адаптированы под 5 0 и выше соответственно чем новее будет android тем лучше кроме этого у нас в нашем скажем так наборе продукта присутствует шлюз работы с оборудованием егейт данный шлюз позволяет взаимодействовать серверу 1s как со специализированным оборудованием особенно с оборудованием которые не имеют верхнего уровня протоколов для общения и работать например через пакета вот создан шлюз который позволяет серверу 1s взаимодействовать с подобным оборудованием более того данный шлюз умеет оповещать сервер 1s о произошедших событиях которые ему может присылать оборудованием здесь возможно совершенно любое оборудование написано самое популярное принтеры весы но по правде также мы работаем со световыми модулями с какими там с конвейерными иногда линиями сортерами и так далее и последний компонент который тоже ключевой но он ключевой прежде всего для интеграции с внешними системами и в особенности с той самой платформы и всем которые мы создали это шина данных через которую идет собственное общение шина данных взаимодействует с сервером 1s нет напрямую данном случае мы работаем с шинами до 3 из вида 3 он платформ ну если рассматривать именно есть продукты 7 то понятно что это на данный момент актуальный обмен написан надо 3 он платформ но если смотреть в общем ну скажем так большая часть компонент наверное вам знакомо там то что мобильный клиент пишется на котлине ныне это целом стандарт большая часть вопросов наверное в основном возникает именно с сервером 1s предприятий с разработкой вмс именно на 1s предприятия дело то что многие знают что 1s система больше предназначена для создания управленческих систем вводе бухгалтерии предприятия и и там зарплаты управления персоналом управление торговли и прочим управленческим системам использование ее для системы оперативного управления в целом она используется она используется сильно реже и возникает очень много вопросов надо понимать что в целом естественно это можно сделать мы сейчас рассмотрим как это делается но основная задача то что для того чтобы вам построить систему оперативного управления на 1s предприятие надо понимать принципы работы этой системы именно самого 1с то есть каким образом 1с хранит данные в свободе какие таблицы он стоит какие индексы как эти данные записывается как читается и так далее понимание именно этих принципов позволяет создавать системы даже те как для которых 1с не совсем предназначен напрямую хотя в принципе я бы не сказал что оперативные системы управления стоят как-то очень далеко от того чем занимается 1с давайте начнем тогда с того что посмотрим вообще что за системы каким критериям они должны отвечать скажем существует ну рассматриваем и на скажем так системах вмс понятно что самый верхний уровень системы биай системы анализа данных основная задача это быстрый вывод отчетов для того чтобы выводить быстро отчеты зачастую не используются классические революционные субботы использовать скалоночные субботы это сделано для того чтобы реально получить очень быстро отчет получить очень быстро данные их отобразить поэтому нас не так сильно волнует каким образом эти данные туда будут записаны потому что делается это в основном какими-то служебными сервисами это не делают пользователи руками они кто то есть пользователи работают все таки на уровне и ниже а вот эти данные уже попадают каким-то отдельным роботом который их туда переносит соответственно если мы говорим просто технологии 1с 1с еще существует на данный момент на биай системы это 1с аналитика она кстати тоже построена на собственной 1с вской колоночной субботы но это не цель нашего рассказа это можно почитать и на сайте 1с узнать эту информацию следующий уровень понятия на это уровень и системы это либо управление торговли либо 1с и либо еще что-то здесь понятно что система уровне и она должна позволять как быстро вводить но относительно быстро вводить данные так и анализировать их надо понимать что сотрудники которые работают в ефи это их основная работа в основном и занимается то есть самым самим вводом информации поэтому чем занимаются все системы ефи это позволить пользователю очень удобно быстро вводить информацию туда же наверное удобство лежит иногда даже иногда выше чем быстрота хотя понятно что желательно делать так что пользователь при работе в ефи не ожидал долго там записи документы или так далее ну каких-то подобных действий но в целом здесь работа пользователя строится именно самой ефи и он не должен работать комфортно один из всегда считалось что это их целевой уровень ради которого не разрабатывают поэтому здесь наверное вопросов меньше а вот следующий уровень это уровень вмс вмс от системы уже оперативного управления и чем отличается от управленческого уровня тем что вмс данном случае должна управлять каждым шагом пользователя то есть наш исполнитель сотрудник который идет по складу мы ему каждый раз должны команду к издавать куда идти что отсканирует что взять все эти действия должны происходить очень быстро но относительно быстро то есть быстрее чем воспринимает скажем так пользователь человек поэтому задержки нам вообще очень критично при работе в мс и вот достижение именно такой оперативности работы на платформе 1с достигается именно за счет понимания то как это строится внутри далее мы там примеры рассмотрим ну здесь я вывел и остальные уровни в цс да в house control system мы и так называем называть по-разному но по сути это система которая должна управлять роботом главное отличие в том что здесь отклик должен быть еще быстрее роботы работают быстрее чем люди их отклик на там вопросы робота не должны превышать десятков миллисекунд в критичных случаях 100 миллисекунд поэтому вот для ответа на такие вопросы 1с уже подходит не очень хорошо поэтому в нашем случае например вот вот cс у нас существует продукт он написан на платформе над core на все шарки и соответственно основная там задача конечно хранить очереди задач и быстро управлять оборудованием которое за ним обратилась вопросом а куда мне отправить например по конвейерной линии куда мне отправить тот или иной лоток товар коробку и так далее соответственно вот вот cс отвечает на этот вопрос но это уже не платформа 1с следующий уровень еще сложнее это уровень пелси уровень контроллера оборудования контроллер должен отвечать на вопрос вообще практически мгновенно там ожидания обычно рассматривают в районе миллисекунды и меньше поэтому пелси в большинстве случаев это вообще не полноценный скажем так программный продукт который например строится на какой-то большой тяжелой платформе операционной системе и так далее это в основном что-то вроде модбаса это набор регистров которые попадают наше значение и соответственно контроллер отвечает почти мгновенно на любые запросы от оборудования но это уже управление отдельными движениями оборудования управление выталкивать и так далее и последний уровень он самый скажем так оперативный мгновенный это сенсоры датчики это то что обеспечивает работу в том числе и для пелси всего автоматизированного оборудования здесь все совсем просто большинство сенсоров и датчиков работает вообще оперативно потому что по сути они не посылают какие-то пакеты с данными не их значение определяется там по уровню сигналы по вольтажу и так далее то есть фактически здесь мы рассматриваем работу вообще с мгновенным мгновенные отклики и работу но получение мгновенно данных соответственно вот если рассмотреть то вот пирамида скажем так систем сводится примерно так на самом низ самого нижнего уровня мы дальше можем собрать все остальное но вернемся к нашему вмс у давайте посмотрим что чем же отличается в мс от херки чем у нас отличается оперативная система от управляющих я уже рассказывал что ключевая наша задача это управлять пользоваться при этом пользователь исполнитель должен иметь время скажем так отклика на его действия прогнозируемые желательно чтобы это время было меньше чем 0 5 секунды тогда в принципе пользователем будет восприниматься пользователь не будет замечать скажем так то что система думает или чем-то занят но самым критичным является именно в том числе и прогнозируемость этого отклика рассматриваем примере вот я нарисовал табличку в которой мы на складе храним товар понятно он лежит в поддонах поддон лежит какой-то ячейки и соответственно вот примерно как сделала бы управляющая система но в любой управляющей системе вот скажем так редис в котором хранятся запасы был бы построен примерно таким образом был бы вот этот набор ячейк набор колонок но мы видим что у нас например поддон который 12 с 4 в нем лежит два товара и соответственно две строки ну и другие варианты есть теперь смотрите для того чтобы нам переместить сок томатный из первой строки в пятую мы проводим скажем так декомпрессию уплотняем товар совмещаем его с точно таких же товар что нам нужно сделать нам нужно первой строке обнулить количество сделать движение отрицательное и в пятую строку данный товар добавить собственно сделать положительное движение изменить пятую строку это у нас на то чтобы приложить один товар надо изменить две строки все удобно и хорошо но теперь мы говорим пользователю что пользователю нужно переместить поддон и он и вот этот поддон 12-4 например перемещает в другую ячейку в той структуре хранения данных для того чтобы приложить этот поддон нам уже надо будет сделать два движения по расходу то есть убрать томатные яблочный сок две строки отредактировать в ноль в ячейке вот этой 02031 ну и дальше эти две строки отриходовать уже в новой какой-то ячейке которую мы переместили поддон понятно что у нас теперь уже движение тоже такой же построен мы переместили поддон а движение же понадобилось 4 а теперь мы представляем что у нас на складе хранится фармацевтика мы собрали смешанный поддон в одну из наших аптек в смешанном поддоне находится 500 различных наименований товаров с различными партиями и теперь для того чтобы переместить такой поддон между двумя ячейками нам нужно сделать 500 движений по расходу и 500 движений по приходу понятно что время нашего перемещения поддона который до этого на моно поддоне занимал 0 5 секунды теперь вырастет ну не в 500 раз но примерно понятно что там из этих 0 5 секунд и часть это не запись а скажем так накладные расходы но понятно что сама запись вырастет по времени в 500 раз точно и прогнозировать время исполнения вот этой операции мы уже не можем поэтому когда мы проектируем управляющую оперативную систему которую оперативно должна управлять пользователем первая наша задача спроектирует систему так чтобы время действия и время отклика на любое действие пользователя было прогнозируемо и она всегда была одинаково спроектировать таким образом систему после этого мы начинаем бороться за скорость соответственно вот пример как это сделать нарисован ниже собственно то же самое сделано и у нас в маяс то есть мы просто храним в каком поддоне находится товар соответственно и перекладывание товара из поддона в поддон нам все еще требуется две записи расход приход для перекладывания поддона в другую ячейку у нас есть отдельный регистр где хранится местоположение этих поддонов и соответственно для перемещения поддона нам достаточно просто заменить в одной записи ячейку мы знаем новое местоположение соответственно оперативная система оперативного управления должна строиться именно из таких подходов то есть всегда мы должны понимать что мы делаем есть управляющей системе для пользователя которые занимаются вводом данных для него логично что сегодня сейчас он ввел документ на пять строк и она этот документ записывался секунду следующий момент ну он из 5 строк вводил например 5 минут а потом он вводил документ с 60 строками вводил на него целый час и теперь этот документ записался не секунду там а 20 секунд для пользователя которые работают vrp это не критично потому что он потратил целый час на ввод и то что она теперь записалась не за секунду за 20 секунд для него не критично в общем времени его работы это не так страшно а вот во времени работы того сотрудника который перекладывает поддон для него переложить моноподдон или переложить смешанный поддон это одно и то же действие и поэтому времени на такое действие должно быть тоже одинаково со стороны системы давайте еще что хотелось бы там упомянуть на по разнице подходах там управляющих и оперативных системах это еще то чтобы в целом управляющая системы в большинстве случаев подчиняются государственному регулированию каким-то правилам есть правила и по бухгалтерскому учету и поведение управленческого учета и большинстве случаев во все процессы которые строятся внутри этих систем они так или иначе связаны с нашим законодательством или с каким-то регламентом условиях систем оперативных вроде бы маяс никаких существенных регламентов не существует если мы не рассматриваем таможенные склады или там конкретно там работу с скажем так скидами так далее но в принципе даже с ними довольно много свободы заказчиков поэтому если мы говорим про оперативные системы это всегда довольно разнообразные процессы процессы на одном складе на другом там могут различаться совершенно кардинально поэтому ключевой задачи еще одной у оперативных систем является наличие большого числа скажем так настроек который позволяет менять процесс адаптировать систему под различные процессы чтобы система поддерживал не единый какой-то процесс а именно помогла построить как конструктор любой процесс который встречается на складах и последняя разница наверное на менее очевидная но она между тем есть поляющие системы зачастую живут задним числом то есть вполне нормально когда мы вводим документ который делает движение вчера в условиях оперативных движений так много оперативных систем такого не бывает все оперативные системы живут текущим числом если мы переместили товар значит мы переместили если мы вдруг передумали и его не надо было перемещать значит нам нужно прийти взять товар и переместить обратно то есть не бывает такого что мы отменили движение товар сам по себе не вернется а вот в условиях управляющих систем тем действительно можно отменить документ, потом передумать и повести его другим числом. Поэтому здесь есть такая разница, но она, кстати говоря, тоже может учитываться при проектировании ВМС, потому что отсутствие движения задним числом нам позволяет отказаться от большого числа, скажем так, излишних проверок и уменьшить общую нагрузку на систему за счет того, что мы уменьшаем там проверки, не станут ли у нас остатки отрицательными в каком-то там старом периоде. Такого не бывает, потому что, по сути, мы живем только в актуальном времени. Собственно, следующий вопрос, который я хотел бы поднять, он с этим примерно и связан. Причина выпуска новой версии ВМС-X5. Да, у нас была ВМС-4, она, в принципе, довольно хорошо удовлетворяла нашим требованиям. ВМС-4 версия 1С и ВМС-4 разрабатывалась под платформой 1С-Предприятие 8.2, но платформа тоже не стоит на месте, она развивается, меняется. Вышла платформа 1С-8.3 и, по сути, выпуск ВМС-X5 был связан именно с этим событием. При этом, если многие компании рассматривают, ну, скажем так, не переписывают систему, а просто их адаптируют, мы все-таки относимся к компаниям, которые предпочитают, если у нас произошли там солидные изменения, переписать систему, ну, потратить, да, это дороже, но зато мы получаем более качественный продукт, а не какие-то новые костыли, которые закрывают ту проблему, которая у нас возникла. Понятно, что создавать костыли всегда можно, но костыли, в конце концов, ломаются. Поэтому мы так не поступаем, мы пошли по пути выпуска новой системы, адаптированной уже под новую платформу, и которая учитывает все изменения, которые произошли. Здесь я ввел пример лишь один из тех изменений, из-за чего пришлось менять подход, создавать новую систему. Расскажем так. Это регистр, в котором мы контролируем, по сути, план факт по заказу. Нам важно, чтобы факт, сколько мы отгрузили, никогда не превысится в план, потому что у нас, например, запрещена отгрузка сверхплана. Для того, чтобы это понять, нам нужно взять обороты по плану и по факту и сравнить их между собой. Но обороты нам нужно брать за всю жизнь, потому что даже если у нас заказ пришел в прошлом месяце, а отгружаем мы его в этом месяце, то все равно факт не может превысить план. Поэтому нам нужен актуальный оборот по данному регистру, но за весь период, без периода, без рассечения по месяцам. Поэтому что было сделано в условиях 8.2? В 8.2 появились агрегаты, и при проектировании ВМС-4 было сделано решение. Давайте мы будем использовать непериодический агрегат, в котором, собственно, и будем видеть те самые итоговые таблицы, те самые итоговые обороты, и будем их проверять. Все замечательно. Система была в итоге спроектирована и построена на регистрах накопления классических для 1С, и все было хорошо. До перехода на 8.3, потому что вот здесь слева приведен запрос, который выполнялся в 8.2 для получения данных. в 8.2, ну, из регистра накопления. Здесь все было просто. Был тот самый агрегат, были два условия по, ну, скажем, по двум измерениям. По правде там измерений было больше, но я в упрощенном виде привел пример. И все хорошо. У нас был составной индекс, по которому мы находили нужный нам остаток. Мы получали, собственно, те данные, ну, тот факт, который накопился. А в новой системе 8.3 1С решил, что агрегатов может быть создано много, итоговых таблиц много. Ссылочные данные, это binary 16, они довольно тяжелые, они тяжелее, чем интежер. И они сказали, а давайте-ка мы будем теперь в итоговых таблицах хранить не ссылки на реальные наши таблицы, а хранить значение типа интежер. А как превратить значение типа интежер в наши ссылочные данные? Для этого мы завели дополнительные таблицы, которые называли dictionary словари. И теперь запрос выглядит немножко по-другому. То есть мы видим, что по факту те условия, которые мы отправляем теперь для того, чтобы выбрать нашу строку, мы эти условия накладываем вовсе не на саму таблицу итогов, а на таблице словари. Да, из таблицы словари мы записи выберем правильно, но теперь никакой составной индекс у нас уже не сработает по таблице итоговой. То есть у нас работает индекс по одному из двух измерений в данном случае, но никак не составной. В некоторых случаях MS-SQA справлялся с этим. Три задачи, Postgre, например, не справляются совсем. То есть Postgre точно никогда не построит запрос по составному индексу. Он будет использовать только одну из колонок. Тем самым производительность у нас уже упала, потому что у нас теперь поиск идет только по одной из колонок. Какую он выберет? Ну, выберет ту, которая более селективна. Ну, при этом это изменение, скажем так, не единственное регистра накопления, потому что было предложено, давайте вернемся к итоговым таблицам, потому что там же есть индексированное измерение. По индексированному измерению у нас хотя бы есть измерение плюс период. Ну, в принципе, примерно то же самое, что и агрегат измерения на первом месте. Мы можем запроса быстренько найти наши итоги. Но понятно, что тоже только по одному измерению. Ну, что делать? Дальше перебором. Но даже это правило теперь в регистрах накоплений не работает, потому что вот ниже приведено еще одно изменение платформы с 8.2 на 8.3. Если у нас раньше индексированное измерение создавало индекс измерения плюс период, то теперь почему-то оно создает индекс период плюс измерения. И не зная период, быстро найти все обороты по данному измерению мы уже не можем. А у нас периода нет, потому что нам нужны все периоды. Вот это один из примеров, скажем так, из-за чего мы переделали. Вообще примеров много. Зная вот эти тонкости, как работает платформа, всегда это можно учитывать. Понятно, что указанные проблемы можно решать, можно разными способами решать, в том числе и достраивать индексы на стороне СУБД. Но первое, 1С, в принципе, считает, что это нарушение лицензионного соглашения, так как мы партнеры компании 1С, мы этим не занимаемся. Но это право, скажем так, остается у наших заказчиков. Есть еще другие способы решать, скажем так, но мы все-таки решили, что мы пойдем другим путем. Мы напишем новую систему, написавшим ее уже под 8.3, и решим все проблемы, которые мы нашли, которые появились. Более того, были проблемы, которые были не учтены даже на платформе 8.2, мы их решали. Были проблемы, которые появились в связи с изменениями, которые произошли при переходе от 8.2 на 8.3. Поэтому там был целый список таких задач, которые мы решали. Но основная наша задача – это повысить производительность. Более того, надо понимать, что действительно 1НС ВМС-4 при переходе с 8.2 на 8.3 очень сильно потерял в производительности. И данную задачу мы решали уже в ВМС-X5. Если кратко, из особенностей, которые есть в конфигурации ВМС-X5, это то, что я уже озвучил, это использование регистра сведений. Мы в регистрации сведений храним именно, скажем так, актуальные итоги. То есть это наша таблица актуальных запасов. У нас нет периодических там ежемесячных остатков. Они нам не интересны. Мы всегда работаем с актуальным состоянием. Но для того, чтобы, скажем так, не терять связь, почему у нас такие запасы получились актуальные, у нас мы создали, собственно, дополнительный регистр сведений, которые храним движения. По сути, запись в эти актуальные регистры сведений происходит аналогично, как в регистре накопления. Но только в данном случае логику мы построили сами. То есть мы пишем движение, движение обновляет в этот момент, обновляет актуальное состояние запаса. Понятно, что программист может в этом мешаться и все разрушить, но не рекомендую это делать. Но, в принципе, да, код открытый, и это можно сделать. В целом, наша запись в регистре сведений, вот в этих два регистров, происходит быстрее, чем в регистре накопления. А связано это тоже, как ни странно, с тем, что мы работаем именно в оперативной системе. Мы не занимаемся той самой проверкой, а что там было раньше. То есть мы понимаем, что наша запись в текущее движение, она всегда актуальным числом идет. Что самое актуальное движение мы делаем именно сейчас, более поздних движений нет. Регистры накопления при записи движения всегда стучался, проверял, а когда уже, до какой даты у меня рассчитаны итоги, может быть, мне надо обновить не одну запись, а несколько, и так далее, и так далее. Там целый набор действий, которые выполняет платформа, ввиду того, что регистры накопления позволяют запись задним числом. И платформа в общем виде не уверена в том, как мы пишем оперативную запись или задним числом. Поэтому она всегда эти действия выполняет, как бы мы их ни писали. В условиях, когда мы реализовали собственный механизм, мы смогли отказаться от части лишних проверок. Вторая задача, особенность, это очень гибкая система настроек. Система настроек позволяет реально построить произвольные процессы, совершенно произвольные. И тем, кому не хватает совсем произвольных и удобных настроек, еще есть произвольные алгоритмы почти в каждом из настроечных справочников. Я вывел тут небольшой скриншот, в котором видно, что там можно написать, даже не заходя в конфигурацию, не меняя конфигурацию базовым, разработчик-заказчика может написать свой произвольный алгоритм, который вмешается в логику систему и сделает так, как нужно ему. При этом сама конфигурация не будет изменена, и при необходимости, если там надо обновиться, получить новую версию с исправленными ошибками или новыми возможностями, обновление пройдет без проблем, никаких изменений там нет. Все изменения могут быть вынесены именно в эти произвольные алгоритмы, реализованные там. И еще одну часть, которую мы сделали обязательно в MSX5, мы выделили отдельный интеграционный контур. Дело в том, что мы не всегда интегрируемся с 1С, мы иногда интегрируемся с совершенно другими системами, это и Аксат, и САП, и так далее, и даже российские, Галактика, например. Соответственно, структура данных, которая оттуда придет, не всегда ожидаема. И как это ее преобразовать к тем данным, которые нужны в MSX5, скажем так, не всегда это тривиальная задача. Сделать это именно на этапе обмена в том же самом, например, датарион платформ. Поэтому мы сделали отдельный интеграционный контур, в который данные переносятся, по сути, напрямую. А дальше обработка этих данных ведется уже внутри в MSX. В тот момент, когда это нужно, согласно тем правилам, которые настроены в MSX, и уже отдельно происходит преобразование именно, скажем так, данных, которые получены из ERP, преобразование в те данные, с которыми будет работать сама в MSX. Ну, вот, это, ну, скажем так, основные ключевые особенности. Понятно, что их очень много, перечислить их все за время семинара трудно, поэтому давайте дальше пойдем. Еще пара слов буквально про производительность. Очень любимое слово всеми, но что я здесь хотел сказать? Я хотел сказать, что не надо всегда путать производительность и скорость. Зачастую приходит заказчик, говорит, а какая у вас производительность, а при этом вас спрашивает про скорость. Насколько быстро у вас записываются те или иные данные. Так вот, скорость, самая большая скорость тех систем, в которых работает один пользователь. Мы можем не задумываться о том, что есть другие пользователи, и писать данные вообще мгновенно. Но производительность у таких систем очень маленькая, потому что другие пользователи работать там не могут. производительность – это не то, с какой скоростью у нас один пользователь работает, а это о том, что у нас скорость относительно постоянная. Она не меняется от того, сколько у нас пользователей в системе. Ну, понятно, что меняется, но не может меняться в прямой зависимости. То есть если у нас при одном пользователе документ записывается секунду, а при 10 в 8 секунд, то уже плохо, очень плохо. Соответственно, то же самое относится к размеру базы данных. Понятно, что с ростом базы данных время растет, потому что даже поиск данных по индексу будет занимать больше шагов. Но это, опять же, не прямой рост. То есть увеличение времени там, ну, размера базы в 10 раз может привести к росту времени поиска, ну, на 10%. Это нормально. Но никак не в 10 раз. Поэтому производительность – это прежде всего про то, чтобы система работала одинаково, одинаково быстро при любом числе пользователей. Ну, не любом, но понятно, что у любой системы есть предел, но при росте числа пользователей ее скорость не должна падать линейно. Ниже приведены, ну, чтобы было понятно, мы проводим внутренние тесты. Внутренние тесты мы проводим не сквозные, вот, ввиду там заинтересованности, скажем так, со стороны заказчиков. Сейчас готовим сквозной тест, который должен протестировать систему от приемки до отгрузки. Притом, честно, ну, мы пытаемся провести, подготовить данные, выложим их на сайт, но внутренние тесты мы проводим по блокам. Отдельно тестируется блок планирования отбора, планирования там размещения, отдельно тестируются блоки там по исполнению задач, перемещениям и так далее. То есть, внутренние тесты именно отдельно, они есть. Здесь я ради интереса выложил тест по планированию отбора. Более того, этот тест выполнялся для одного из заказчиков. По его просьбе, почему я, собственно, и выложил данные, потому что, ну, в отличие от внутренней теста, мы просто не готовим, скажем так, данных так, чтобы их можно было презентовать. Это больше наши внутренние, скажем так, бенчмарки. А вот данный тест просто его, ну, готовился отчет, поэтому я, ну, вывел данные с него. Ну, чтобы было понятно, то есть при 10 потоках планирования отбора 10 тысяч строк у нас планировалось суммарно за 233 секунды. Поэтому, ну, если бы был один поток, понятно, было бы в 10 раз дольше, но в целом время понятно. Но выполнялись дополнительные тесты, а именно мы увеличили число потоков в два раза. Время планирования одной строки в одном потоке при этом возрастло всего на 1,7%. То есть время общего планирования упало почти в два раза после того, как мы увеличили количество потоков в два раза. Ну, и второй проверкой, то есть выполнялось уже планирование на базе данных, где было забито более трех миллионов срок. Соответственно, увеличение объема всех таблиц, там и таблицы остатков были увеличены, и, собственно, сами таблицы со сроками, планфакты, все остальное. Все, что связано с салонным отбором, было увеличено по объему в 250 раз. Время выросло, общее время, на 26%. То есть, понятно, что примерно на четверть мы стали медленнее, но это ожидаемое поведение. Скажем так, в 250 раз это вот мы запустили систему, с какой скоростью система будет работать через год. Ну, там, 250, чуть меньше. Соответственно, вот на 26% ее производительность упала. В целом, время ожидаемое. Более того, не обязательно доводить до такой ситуации. В системе есть механизм, который позволяет очищать устаревшие данные. Поэтому, в целом, можно, ну, даже такого падения никогда не достичь. Но, скажем так, для конкретного заказчика мы сказали прямо, что это вот то ожидаемое падение, которое они получат через год. Соответственно, так как у них там глубина хранения данных как раз была запланирована примерно год, то дальше она упадать не должна. Потому что в дальнейшем данные должны сворачиваться. Ну, скажем так, с каждым новым месяцем по одному месяцу они должны их сворачивать и удалять. Поэтому, вот такие вот данные были получены. Ну, и когда мы сделаем, наверное, сквозной тест, обязательно представим данные еще. Наверное, у меня, в общем, все. Это, понимая, что мы переходим к ответам на вопрос. Да, Дмитрий, большое спасибо за такой развернутый рассказ. Мы немножечко выбились из нашего регламента, но я думаю, что наши слушатели получили очень много интересного материала, очень много любопытных, может быть, каких-то инсайтов. Вот. Поэтому, на самом деле, хочу отметить, что, возможно, есть какие-то вопросы, которые в рамках именно архитектуры ВМС сегодня мы не подсветили, но которые вам тоже было бы интересно услышать, или, может быть, которые у вас возникли в рамках этого вебинара. Поэтому здесь мы открыты, здесь мы будем только рады, если вы пришлете нам свои идеи для наших с вами дальнейших встреч. До новых встреч!